Спасибо большое, уважаемые дамы и господа. Переговоры были не продолжителями, как вы видели после нашей встречи, но очень насыщенными, как обычно у нас, содержателями. Почему именно так? Потому что объём наших взаимоотношений, нашего сотрудничества очень большой. Да, и проблема нам все очень хорошо известна, поэтому мы были очень конкретными и обсуждали все возникающие вопросы предметно. Обменялись мнениями по актуальным вопросам вначале с президентом Казахстана, вопросам актуальным российско-казахстанских связей, а затем уже втроём вместе с Александром Григорьевичем обсудили весь комплекс взаимоотношений между Россией, Белоруссией и Казахстаном. В этом году, президент Казахстана уже сказал, мы отмечаем 70-летие Великой Победы над фашизмом. Для наших народов это общая святая дата. Ждём президентов Белоруссии и Казахстана на торжественных мероприятиях в Москве. В параде на Красной площади 9 мая вместе с российскими примут участие и казахстанские, и белорусские ветераны. Три нашей страны объединяют тесные торговые и инвестиционные связи. Собокупный ВВП тройки составляет 85% валового продукта СНГ. Формируем крупный рынок с огромным производственным и научным потенциалом. Россия занимает первое место во внешней торговле Белоруссии и Казахстана. По итогам прошлого года российский товарооборот с этими двумя государствами составил почти 60 миллиардов долларов. Со своей стороны Белоруссия и Казахстан вместе занимают третье место в торговом балансе Российской Федерации. Расширяются инвестиционные взаимодействия. Объём российских капиталовложений в экономике Белоруссии и Казахстана достиг 18 миллиардов долларов. В свою очередь Белоруссия и Казахстан вложили в нашу страну порядка 10 миллиардов долларов. Создано и действует более 7 тысяч совместных предприятий. Важным направлением партнёрства трёх стран является промышленно-технологическая кооперация. Осочисляются совместные проекты в машиностроении. Укрепляются связи в космической области. Реализуется дорожная карта по совместному использованию космодрома Байконур на 2014 и 2016 годы, о чём мы сегодня тоже отдельно говорили с президентом Казахстана. Тесно переплетены энергетические отрасли наших государств. Мы взаимодействуем в сфере добычи, транспортировки и переработки углеводородного сырья. Россия оказывает помощь казахстанским и белорусским друзьям в развитии ядерной энергетики. Росатом возводит атомную электростанцию в Белоруссии. Инвестиции составляют 10 миллиардов долларов. А первый энергоблок будет запущен уже в 2018 году. Работает над проектом строительства Первой АЭС в Казахстане и ведёт совместную добычу урана. Отдельно мы затронули ситуацию в глобальной экономике, которая остаётся нестабильной. Низкая деловая активность, застой мирового хозяйства, волатильность сырьевых рынков прямую сказываются на странах СНГ. В 2014 году совокупный прирост ВВП государства Содружества составит лишь 0,9%. В текущем году и вовсе ожидается некоторый спад примерно на 1,4%. Несмотря на обвал нефтяных цен, Россия по итогам прошлого года вышла всё-таки на небольшой рост валового внутреннего продукта – 0,6%. Однако ситуация в нашей экономике непростая, и в этой связи нами подготовлен антикризисный план по поддержке экономики и социальной сферы в объёме 2,3 триллиона рублей. Я сегодня подробно об этом тоже проинформировал своих коллег. Решено докапитализировать на 1 триллион рублей системообразующие российские финансовые учреждения банки. Задействованы средства резервных фондов, в том числе Фонда национального благосостояния. Главная цель – содействие реальному сектору экономики, промышленности, сельскому хозяйству, а также стимулирование занятости. Убеждён, реализация этих мер позволит нам со временем вернуться на траекторию устойчивого и качественного роста. Условились с партнёрами продолжить координацию монетарной политики. Думаем, пришло время поговорить и о возможности формирования в перспективе валютного союза. Работая плечом к плечу, проще реагировать на внешние финансовые и экономические угрозы, защищать наш совместный рынок. Разумеется, мы не обошли вниманием процессы развития евразийской интеграции, инициаторами которой выступили Россия, Белоруссия и Казахстан. Вместе мы создали таможенный союз, сформировали единое экономическое пространство, устранили большинство таможенных и административных барьеров, а с 1 января 2015 года начал действовать Евразийский экономический союз. Его полноправным членом стала Армения, договор о присоединении подписала Киргизия. В рамках общего евразийского рынка гарантировано свободное перемещение товаров, услуг, капиталов. Граждане стран Союза могут работать на всей территории без получения каких-либо дополнительных разрешений. Произошло упрощение миграционных процедур, правил регистрации, уплаты налогов. Обеспечено взаимное признание дипломов, равный доступ к медицинской помощи. Говорили мы и о том, что предстоит сделать для дальнейшего укрепления интеграционных связей и развития правовой базы Евразийского союза. В текущем году планируется принять более 100 важных документов, в том числе новый таможенный кодекс, концепция формирования общих рынков электроэнергии, газа, нефти и нефтепродуктов, международные договоры, регулирующие взаимодействие в валютно-финансовой сфере и социально-экономической сферах. В ходе переговоров, конечно, и Руслан Абишевич уже об этом тоже упомянул, речь шла о ситуации на Украине, хотел бы отметить активное участие Руслан Абишевича и Александра Григорьевича по содействию в урегулировании данной проблемы. Благодаря достигнутым в Минске 12 февраля соглашениям появилась реальная возможность для поэтапной деэскалации вооружённого конфликта. Очень рассчитываем на то, что власти в Киеве будут полностью исполнять достигнутые в Минске договорённости. Были рассмотрены и другие аспекты региональной повестки дня. В нынешнем году Казахстан председательствует в СНГ. Россия вместе с Белоруссией настроены оказывать казахстанским друзьям всяческое содействие в ходе их председательства. И в завершение хотел бы поблагодарить президента Казахстана за приглашение и за то, что у нас есть возможность сегодня поговорить по всем темам, которые представляют взаимный интерес. Благодарю вас за внимание. Казахстан 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 Казахстан